Здравствуйте, дорогие друзья. Еще одна, так сказать, маленькая страничка из нашей недельной главы. У Иуды умирает жена, и через какой-то промежуток времени он со своим другом идет на пастбище, встречает женщину, которая, как он думал, это блудница, а это его невестка Тавар, у которой умерли сыновья. И после этого он ее не находит, они больше, он не понимает, кто это. Ему говорят, что невестка Тавар нарушила закон. Он предлагает ее и говорит, что ее надо вывезти и сжечь, и когда она шла на костер, она передала ему его вещи, которые он ей оставил в залог, как бы давая ему возможность принять решение. И руками Тавар небо подвергло Иуду такому испытанию. Ведь передавая ему улики, она фактически отдает свою жизнь в его руки. Если он захочет избежать позора, ему достаточно просто воздержаться, не вмешиваться, стоять в стороне. Нет человека, нет проблемы. После сожжения Тавар у него больше нет вообще, все, история канет небытие. Но Иуда решает по-другому. Именно тут проявляется вот то высочайшее качество, которое потом дало возможность его потомкам стать царями. А нам всем называться потомкой Иуды. Это умение признать свои ошибки и преступления. Принять на себя ответственность за последствия своих личных шагов. Вот это то, что надо человеку от тех времен и по сегодняшний день. Вот тогда он становится человеком. Потому что Иуда, когда сказал вот эту знаменитую фразу, она права, а я не прав. Все, с этой минуты он потенциально стал царем. Естественно, посмотрите, что произошло дальше. Иуда признает свою ответственность Стамар. Берет на себя всю ответственность. И в положенный срок появляются близнецы Перо Цезерах. И первый из них это предок царя Давида. Такова сила нашего выбора. Бог не создавал в этом мире театр марионеток. Мы это должны понять. Вот все, он там, да, Бог всемогущ, но он дал нам огромные возможности. Он создал уникальный мир, в котором мы сами выбираем завтрашний день. И сами определяем свою судьбу. Да, это связано с нашими прошлыми, какие-то воплощениями, какие-то кармические вещи. Все понятно. Это есть. Но это такой смешанный процесс. Но мы не можем просчитать ничего, но это не уменьшает. Не уменьшает силы нашего влияния на этот мир. Иуда стал тем, кем он стал, только потому, что сделал правильный выбор. Он стал царем Израиля. Мир для нас загадка. Мы не понимаем причины и следствия. Истина состоит в том, однако, что все наоборот. Именно потому, именно потому, что Бог желает нас видеть творческими, самостоятельными, мыслящими партнерами в достижении его цели и улучшения мира. Он сделал нашу жизнь такой загадкой. Если бы мы всегда знали истинную значимость каждого поступка, каждого действия, то это все было бы механическим, безжизненным. Произносили отрепетированный фраз, вот это влияет на это, как строчки в спектакле. Вот только потому, только потому, что каждый из наших поступков, каждое наше решение является, ну, очень серьезно влияющим на весь мир и тянется в какую-то темноту неизвестного будущего и прошлого, наш выбор становится уникальным и является нашим. Наши решения действительно представляют собой выражение нашей личной воли, и каждый наш поступок вносит значимый вклад в совместное с Богом творение мира. Представляете, какие мы пытаемся? Нет человека, который нам скажет, а кто я такой? Ты и есть вот этот столб мира. Надо верить в свою сопричастность к улучшению мира или, не дай Бог, наоборот. Вообще надо верить и работать над собой, над окружающим миром. Над своей семьей, над друзьями. Работать немножко, нельзя сидеть просто спать. Посмотри на мир, который дал нам Бог. Чего не достает в нем? Почему люди боятся войны? Почему так тяжело материальное состояние? На первый вопрос там можно ответить, что боятся нападения со стороны каких-то врагов. А что ответить на второй вопрос? Смотрите, везде урожай, там достаточное количество пищи. В Канаде излишки урожая сбрасывают в море. Почему? Почему так происходит? Да по одной простой причине. Вот, как бы так сказать, пропала вера. Вот та вера, о которой мы говорим. Бог воссоздает своим творением мера за меру. Поскольку они утратили веру в Него, Он отнял веру в людей. Люди не доверяют друг другу, государству, своим соседям. А любое, все основывается на доверии. Ухудшается торговля, ухудшается все. Если нет доверия, и политики не верят никому. Все, значит, вот тогда кругом войны. Вот и все. Недостаток веры, источник всякого зла. Это корень любой болезни, поразившая человечество. А какое лекарство от этого? Надо же всегда про лекарство сказать. Оно простое. Все должны сделать наоборот. Очень простое решение. Вернуться от Таудатка, ушли к отцу на небе. Вернуться к Богу, понять, что Он давал нам на самые правильные истины. Оно вернет нам веру в людей. Восстановит взаимное доверие между людьми и между народами. Написано так, в те времена не будет войн больше. О чем времена? Вот вернется нам доверие. Поэтому нормальное человеческое раскаяние. Возвращение к Всевышнему. Единственное лекарство от всемирного недуга. Брахавы от слоха. Мы очень сильны в этом мире. От нашего выбора зависит, может быть, больше, чем мы думаем. Поэтому давайте делать правильный выбор. Брахава от слоха.